Украина. Блогер из Германии перед памятником Бандеры останавливает молодую 20-летнюю девушку и спрашивает ее, как ты думаешь, кто был Бандера? Это вы увидите сейчас все в видео. Самое главное не это. Как ты думаешь, там немцам, если ты говоришь, что это наша история Бандера, это они учат в школах. Тоже стоит поставить памятник Гитлеру? Она ответила мгновенно, не думая, почему нет, конечно. Это же история. Поэтому, конечно, он заслужил памятник Германии. На улице он спрашивает женщину, ты знаешь, что это, показы на памятник? Показы на Бандеру. Итак, что она ответила на это? Вы сейчас вообще будете в шоке. Я думаю, что он буквально лучший человек за всю историю Украины. Лучший человек, спрашивает его, ее блогер. Почему вы так думаете? Потому что он боролся за нашу страну, за наши права. Скажите, что мы украинцы, что мы не русские. Девочка говорит, что, мол, он боролся, Бандера, за нашу независимость, свободу. Он боролся за нашу страну, за наши права. Приколейтесь. Прикиньте. Он боролся за то, что мы не русские. Мы, мол, украинцы. Можете представить, да? Когда он ее спросил, посмотри в Гугле, что стоит о Бандере. И знаете, что он говорит, многие считают его нацистом. Когда он сказал этот вопрос, она сделала вид, как будто она вроде бы это не услышала. Как это возможно? Так немец задал такой вопрос. Что ты думаешь об этом, что люди так думают? Посмотри, Гугль, говорит он ей. И так она говорит, я не думаю, что это нацист. Потому что, пункт, пункт. Он говорит, нет. Он утраправый, говорит, блогер. Она. Он делал очень хорошее много дел. Она, удивленно. А блогер говорит, что ты не знаешь, что он многих... В Польше убил? Он убил много поляков, верно? Вы знаете об этом? Она. Да, немного, вроде бы немного. Немного, говорит блогер. Я имею в виду, что были убиты тысячи поляков. Понимаете? Блогер затем говорит, этот Горд на самом деле был польским народом. А потом убили всех поляков. Что вы думаете об этом? Она. Да, вообще-то это была шутка. Шутка типа шутка. Я думаю, что он был важной частью нашей истории, украинской истории. И это как... Без слов. Он блогер говорит. Я имею в виду, что он сражался, очевидно, за украинца, верно? Да, да, да. А также, да, да, он сражался за украинца. Кто понимает по-немецки, вверху, время от времени будет пару интересных фактов, а именно исторический фактор. А Бандеры, различные факты о Польше и так далее. Ну, ее провоцирует Блогер, говорит, я имею в виду, он сражался, очевидно, за украинца, верно? Да, 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 конечно, да. Теперь Блогер задает ей вопрос. У меня вопрос. Потому что, смотрите, когда у нас в Германии был Гитлер, да? Она спрашивает, вы немец? Я немец, да. И Гитлер действительно сражался за немцев. Но я имею в виду, как вы думаете, нужно ли Германии поставить памятник Гитлеру, например, в таком городе, как этот? Кто она отвечает? Да, конечно. I think yes. Надо ему памятник поставить. И она к этому дополняет. Нам нужно учить историю, поэтому надо тоже делать памятники. Блогер говорит, серьезно? Да. Она говорит, но мы должны узнать всю историю об этом. Поэтому ни один человек в мировой истории не был плохим. Все люди. Потом Блогер говорит, да, но я имею в виду, что убийства тысячи, миллионы людей воспринимают это критически, понимаете? Да? Она говорит. Ну да, указать свое мнение, верно? Диана. Она, мне очень жаль, что так получилось, потому что я не очень хорошо, говорит, по-английски. Она теперь поняла, что она дурь какую-то говорит. Сам немец, все спрашивает. Зачем Блогер говорит? Ну, понял вашу мысль, мол, я понял, что вы хотели сказать. Да так, мне очень жаль, вы много узнаете в школе, говорит Блогер. То есть она говорит, не такой хороший английский, не такой хороший английский, что-то она думает не то. И он спросил ее, вы обо всем этом учили в школе? Она говорит, нет, нет, мы очень мало знаем о Украине. У нас слишком много на программе русского, и поэтому про-российского она говорит, да-да-да, про-российского. Затем Блогер спрашивает, вы во Львов, да? Нет, я из Днепра. Днепр, хорошо, красивый. Так, теперь Блогер. Да, я проезжал мимо, когда ехал в Харьков, понимаете, так что я проезжал и все видел на самом деле, что есть, а что нет. Я обиделся Украину, так что почти всю Украину, ясное дело, он не был на Востоке, в Донбассе, например. Ну, я считаю, он молодец, он открывает людям глаза. Да, очень интересно для меня. Спасибо за вас, что вы говорите, как вас зовут. Я Диана. Диана, спасибо. Как вас зовут, Мартин? Затем Блогер спросил, сколько тебе лет? Она говорит, 20. Он сказал, ты выглядишь намного моложе. Действительно, это так. Блогер говорит, вот такие молодопоколения, подсотелетние, им непонятно, даже в голову не войдет, что вообще в реале было во время нацистское время. И Блогер говорит, что им непонятно в голове. Блогер, они сконцентрированы, привиты им, правые, они радикалы, не нацисты. Они даже не понимают значение, что им били в голову. Которые против России. И парень классно сказал, мы все люди. На земле различные национальности есть. И мы должны респектировать каждую национальность, а не разжигать вот этот вот типа расизм. Дорогие друзья, вас приветствует канал Эрика Берлин Дойчланд. Если вы случайно попали на мой канал, я буду очень рада, если вы не забудете и подпишетесь, и нажмете на колокольчик. Это поможет моему каналу. Мои видео увидят больше людей. Итак, ребяточки, поехали, начинаем. Дорогие друзья, сегодня вы увидите очень интересное, к сожалению, печальное видео о том, что творится на Украине. Многие из вас, россияне, тоже люди в Германии, примерно знают, адекватные люди, что творится на Украине и почему началась эта война. Это похоже, ничем не отличается, в какой-то степени, ни один к одному. Во времена фашизма, 38-й год, 41-й и так далее, и тому подобное. Это очень похоже на то, что сейчас происходит на Украине. Ясное дело, не все люди нацисты. Но то, что увидел блогер своими глазами, взял интервью у многих людей, увидев то, что происходит, а происходит просто. Если раньше люди ходили в церковь, теперь они проезжают полицейские машины с черно-красным флагом, флаг нацистов. На улице он лично видел, это слышал новое видео, становятся на колени, как большинство. Это наше спасение. Можете представить, до чего зомбировали людей? Это ничем не отличается, как что происходило в Германии. Два блогера немецких, один, который очень серьезно занимается тематикой, не нацизм или нацисты на Украине. Это вам не какие-то российские пропагандисты рассказывают. Ребята простые, молодые, ребята немецкие, которые никто не спонсирует, их не каналы. Они живут, я все узнавала, они живут за счет донатов. Потому что такие видео, это видео, мне тоже не монетаризируют. Совершенно. Я не получил ни цента. И это видео, очень много пришлось над ним работать. Такие видео не просто так вот взял и все, как из тиктока выставить. Это серьезные видео. Я верная от один из самых важных вопросов, которые я когда-либо задавал вам. Вы выступаете против АФД и говорите, что они правы экстремисты, но при этом поддержите Украину. Теперь у нас здесь и есть красно-черные вместе с украинскими. Вы знаете, что это значит? Я спрошу у своего парикмахера, Богдана. Богдан, что вы думаете о Бандере? Хороший вопрос. Бандера – наш отец. Украина – наша мать. Теперь вы знаете, что это значит. Сейчас вы видите, проезжают машины с флагом. Видели, каким флагом? В прошлом видео этот парень, я показывала вам фильм, был в Харькове. И он спросил, что обозначает около украинского флага этот флаг. Вспомните, посмотрите предыдущую серию, когда этот парень заехал в Украину. Он спросил всех. И теперь вы видите, что это значит. Этот флаг и машины, которые разводят эти флаги, агитируют стать бандеровцами. Итак, ребята, я была шокирована. Вы думаете, только не надо мне писать, многие говорят, а мы об этом знали. Конечно, мы об этом знали. Но когда видишь, от этого не перестаешь удивляться и шокироваться этому. Чем больше смотришь, тем больше шокируется. Те люди, которые приходят ко мне и пишут мне, ну, а что бред, вы говорите, у нас фашизм, это придумано вами. Эти блогеры, они сомневались кое в чем немецкие, но они лично ездят на Украину, живут много недель и видят это своими глазами. Пока своими глазами не увидишь, никому не веришь. Я лично такой человек. Лучше один раз увидеть, чем тысячи раз услышать. Не каждый из нас же был на Украине, а слушай только других блокеров, слушай телевидение, очень много пропаганды. Но в данном случае я очень хочу, что тоже русскоязычные, которые живут в Германии, знали об этом, что там происходит. Немного моих знакомых украинок, кстати, недавно я выставляла от моей подружки украинка короткие веселые видео, то же самое говорит, хотя она уже и не хочет ехать на Украину, на столе живет в Германии. Происходит просто катастрофа, что какое двухличное. Очень часто в моих видео говорили наше правительство, запрещая правых смотрят сквозь розовые очки или тоже вообще не смотрят, что происходит на Украине. Настоящий нацизм. И все молчат. А еще пару хороших людей, которым осталось, живется абсолютно нелегко. Среди этого уродов, которые поклоняются теперь не Господу Богу, Пандеры, Шухевичам, фашистам, которые считают нормально поставить памятники фашистам в Германии. И получается что? Что наши немцы сейчас в данное время чему-то они научились. Мне часто пишут, а чему вы так не научились? Нет, мы говорим сейчас две разные вещи. Это политики и народ. Народ как раз таки научился. Почему так долгое время? Особенно когда началась война, конечно, немцы абсолютно не понимали почему, что. Они не задавались вопросом, есть ли там фашизм? Нет, жили своей жизнью и с первых дней войны или спецоперации и все время грузили, грузили, приезжали украинцы, все рыдали, плакали, что там, ну, как говорится, пропаганда началась с первого дня войны. Да есть даже и раньше. Что? Варвары россияне любят убивать. Правильно в моем видео сказал блогер одному. Такой национальности нет, чтобы любить убивать. Надо за что-то убивать. А просто так. Такого нет человека, который просто так был. Значит, все, абсолютно все россияне это маньяки маразм. А их этому учат и они этому верят. Чем они отличаются от фашистов Германии во время Второй мировой войны? И то среди них были люди, которые тоже не хотели бы идти воевать, которые тоже понимали что-то. Вовремя выехали артисты и так далее, тому подобное. Интеллигенция, богатые люди и так далее. Осталось, как говорится, быдло. И то мой муж рассказал, он немец, в истории их семьи, что многие из его семьи не хотели идти на фронт. А что им оставалось сделать? То же самое происходит сейчас и на Украине. Кнутом. Люди гибнут мгновенно. Какие выводы мы делаем из этого фильма? Что в Германии народ более адекватный. Хотя потому что они научились. Они знают, что им рассказывают в семьях, молодежь знает и так далее, и тому подобное. Что война это плохо. Сначала они подумали, из-за того, что они знали, что война это плохо, они думали, что без причины, считай, Россия напала на Украину. Сейчас уже больше года люди больше узнают. Какая была причина? Как говорится, многие говорят, нет оправдания войны. Тогда бы была война на территории России рано или поздно. Я вас уверяю, фашисты есть везде. Только один процент немцев сказал бы кому-то поставить памятник таким, как Гитлеру. И то я даже не могу представить. Даже мне кажется, фашисты этого не сделают. Может они носят какие-то символы, может они делают, но что, это просто для них было бы маразм говорить в 21 веке. Они действуют не так примитивно, понимаете, как украинцы. Они действуют совершенно по-другому. Сегодняшние немецкие фашисты. самое ужасное это то, что наши политики под прикрытием немцы мы знаем уроки выучили истории нашей политики под прикрытием что мы не забыли Вторую мировую войну фашизм борется и натравляют украинцев на русских. Убивая украинцев своими руками поставка оружия, денег и так далее не помогая народу который хорош еще часть из него осталась. Большинство вот такие от которых я показала видео это просто ужасно. Какая мораль война прикрываясь спасителями мира поддерживают фашистский режим. Позор называться евреем человек который поддерживает фашистское мышление в стране закрывая руки нет закрывая руки помогая зомбировая людей отправляя полицейские машины которые возят по всему городу и городам флаги черно-красные рядом с украинским флагом и это истинная история это мандера они пропагандируют чистую нацию это то что мы наблюдали тоже во фашизме что мы что-то особенное и это чувствуется не только на Украине это чувствуется точно так же украинский беженок и всех большинство которые подкрывали свои каналы которые считают что они что-то особенно что им все обязаны и говорят тут плохо тут плохо мы что-то особенное нам не надо работать мы особенные и везде они особенные вот так посмотрите те люди которые помогают беженкам из Украины до сих пор пишут за них гадости на мой канал что я якобы сталкиваю украинцев и россиян или русскоговорящих лбами только что снимала со своей любимой подушкой из Украины опять говорю у меня столько украинцев друзей настоящих друзей которых я могу положиться а вы нацисты скрытые нацисты которые попали сюда тоже в Германию и вот таких вот как вы знаете какие каналы которые пародии там на меня злые пародии делают грязные пародии которые я вообще не трогаю даже без названия канала ну знаю такому я говорю многие которые мои подписчики такие приехавшие из Харькова к нам которые поддерживают нацистский режим которые мне говорят поклоняются фашистскому режиму становятся чуть на колени на улице видя флаг красочерный или Бандеры и других разных фашистов эти люди мне говорят что меня мог покарать за мое что я рассказываю информацию Бог я спрашиваю а кто же вас тогда покарает за то что вы забыли что такое вообще вера за то что вы забыли исторический источник откуда истина забыли кто выстраивал города фабрики заводы все об этом забыли да заметьте друзья как быстро за пару лет можно свои народ который поддается влиянию манипуляции политиков превратить насистов да ясное дело вы мне можете сказать это было и раньше да было но то что сейчас творится такого не было при других даже украинских президентах то что сейчас творится на улицах Украины наше правительство запрещает правую партию в этом я между прочим прав был вот этот вот парикмахер который сказал да есть правые правые запрещают правую партию а в то же время поддерживают фашистский режим я не буду по-другому даже говорить фашистский режим это не значит что если фашистский режим то все значит в стране фашисты тем более надо освобождать нормальный народ от этого иго от этого беспредела что творится на Украине и даже блоки ни в одной стране человек который посмотрел много и второй блокер который занимается тематикой серьезно фашизма на Украине они сказали ни в одной стране они вообще были какие-то конец странах мира мы не видели столько националистов националистов это еще нельзя сказать нацистов фашистов как в этой стране я никогда не видел чтобы полиция как-то привлекала к этому внимание сама полиция мы не говорим о каких-то организациях она ездила с вертушкой синий чтобы привлечь внимание и с флагом красно-черным по району синим огнями он говорит на заднем плане вы можете увидеть они едут по улицам с флагом Бандера я был очень напряжен здесь и некоторые люди стояли на коленях все движение стало неподвижно я действительно часто терял дал речи как и люди которых здесь здесь фотографировал посмотрите на этих троих они чистые нацисты с татуировками СС на шее как и сказал Мерко это его тоже другой человек блогер который снимает это все я никогда не видел ничего такого подобного нигде нигде в мире да и они просто гуляют по городу как обычно это тема которую я никогда не могу взять в толп почему ведь как можно быть лицемерными в Германии то есть политики наши но то что я испытал в Украине я никогда в жизни не стал с таким количеством правого радикализма а он по многим странам ездил и как может как-то особенно политикам Германии проводить целые клеветнические кампании против партии которые больше всего выбирают наш народ АФД АДГ с другой стороны они поддержат Украину где бегут все правые радикалы поклоняются так что для меня это один из вопросов который поразил меня больше всего я просто качал головой все в Украине придерживаются одного мнения а именно что русские просто хотят полностью захватить Украину и избавиться от украинцев интервью берет она говорит что русские все сумасшедшие им нравится убивать людей эта женщина сказала что все русские убийцы сумасшедшие а блогер говорит переведено одно к одному и она говорит что украинцев это женщина куда бы ни сошли русские везде убийства они делают и блогер задают ей вопрос скажите пожалуйста кто себе говорите что они убийцы какой вообще интерес убивать людей что ты думаешь какая причина мужик вступился в этот разговор сказал нет конечно есть причина причина в том что очень много ресурсов у нас в Украине и конечно деньги он говорит конечно большие деньги и конечно ясное дело это власть итак вопрос парикмахеру что ты думаешь в сравнении Бандера и немецких неонацистов парикмахер говорит в сравнении и он отвечает этот парикмахер он говорит похоже но не одинаково то есть он говорит не то же самое блогер спрашивает ну в чем различие и он говорит этот парикмахер что разница в том что правые германии это те правые которые скажем в Польше или тоже в Украине парикмахер говорит что правые это есть несколько видов правых людей и право настроенных людей блогер говорит этому парикмахеру ведь Бандера хотел чистую Украину знаете как немцы чисто немецкие немцы имели именно чистая то есть голубая кровь и тоже Бандера также хотел и блогер сказал иметь чистую нацию понимать в кавычках это расизм и так что по этому поводу сказал парикмахер что одна из больших идей может быть если я правильно понимаю у вас чистоты нации чистота нации наши украинцы были в России а поляки занимали нашу территорию поставили украинскую идею до вершины на самой вершине но они хотят сделать Украину только украинской для украинской они хотят чтобы украинская нация росла блоги говорят только украинская этот парикмахер сказал мы в наше время в 21 веке должны идти другими путями чем в 20 веке мы должны учиться у нас своих ошибок идти своей дорогой он говорит это конечно не совсем правильно для меня он говорит то есть мы должны из истории учиться а не идти радикальными путями он хочет сказать да в то же время он говорит но я не могу их обвинять что они выбрали другой путь и быть быть радикальными это видео может себя сбить вас с толку и поменять ваше мнение на все и возможно разрушит ваше мирозрение потому что мое мирозрение буду с вами откровен оно разрушило и блогер показывает что подают даже как будто паспорта где стоит гитлер и это Украина на Украине нету бандера на Украине нет фашизма на Украине нет национализма блогер говорит если вам нужен права водительские вы все здесь купите на улицах Украины я не так был хорошо конечно информирован перед тем как сделал большую поездку по Украине не надо ребята сейчас говорить почему он не был в Донбассе он очень открывает многие даже если это не зона боевых действий открывает действительно сущность Украины сегодняшней Украины благодаря этому правительству и блогер говорит что я с Кива доехал до Харькова и он говорит о том что то что мне со мной случилось что я увидел и знал я до этого не мог себе представить он говорит что я ехал из Львова через столицу Киев Харьков 40 километров до границы отдельное видео вы можете посмотреть кстати у меня на моем канале есть несколько видео которые я перевела прокомментировал мое мнение сказал дополнительно еще связано с видео этого блогера вопрос был почему он поехал на Украине даже не потому чтобы посмотреть военные действия все такое хотел посмотреть действительно ли на Украине много фашистов националистов фашистов и правда ли что очень многие люди которые проживают на Украине в сегодняшнее время особенно сейчас в сегодняшнее время они являются правыми и блогер и блогер говорит о том что части из видео вот этого блогера которого мне даже не знало немецкого которого действительно хотел узнать действительно столько фашизма на Украине и кто вообще правит Украина в настоящее время из которого я взял немножко информацию о фашизме на Украине он говорит он выпускал очень много серии видео об Украине о войне а также прямо задал вопрос управляет Икраина в конечном итоге национально социалистами ненацистами и он говорит в последнее время большинство людей на Украине голосовали за либеральные партии в том числе и за правящую партию президента Зеленского которая стать является евреем так что не может быть речи о том что в стране проект ненацисты есть и президент еврей другими словами российское правительство поступает так как часто поступает подобные ситуации они берут основную истину сажают ее и превращают в гигантское дерево якобы используя метафору конечно всегда можно якобы обосновать отдельное утверждение например что боевики правоэкстремистические группировки пытают русских людей в Украине да это действительно существует в этой блоке но сравнительно небольшая можно сказать что ситуация просто развивалась в фатальном направлении на протяжении многих лет и в течение всей войны я хотел бы использовать это что в конечной токе открыть глаза и спросить эй что на самом деле происходит в Украине русскоязычных людей притесняют пытают и плохо обращаться с ними существует режим несправедливости и что именно то что необходимо устранить именно поэтому проводится спецоперация по динацификации Украины говорит блогер немец это то что вы слышите и видите в основных новостях и это то что сказал президент России Владимир Путин перед тем как российская армия напала на Украину нарушение международного права цитата неудивительно что украинское общество столкнулось с крайним национализмом которое быстро приняло форму агрессивно русофобии и не нацизма посыл стоящий за этим пределем ясно не нацисты стоят у власти в Украине и угрожают не только русским стране но обществу в целом Владимир Путин использовал это утверждение в частности для того чтобы оправдать агрессивную войну которую он начал Владимир Путин пришел к такому выводу и как на самом деле выглядит ситуация в Украине я считаю что все гораздо интенсивнее когда вы сами находитесь на месте и позволяете всему этому погрузиться в себе разговаривать с людьми да я думаю вы получаете гораздо больше представления о том что на самом деле происходит в стране а не то что нас пичкают пропагандой как я уже сказал я путешествую по Украине в течение двух недель и имел множество тоже разговоров бесед некоторые из которых я покажу вам здесь ему здесь даже поставили памятник да Стефану Бандерре вы только представьте себе у меня просто нет слов единственная проблема заключается в том что Бандера был готов использовать практически любые средства для достижения своих целей в том числе сотрудничать с национал социалистами когда в июне 1941 года немецкие Верхмахт в Советский Союз Бандера очень надеялся что с помощью Гитлера удастся создать украинское государство в соответствии с его идеями и чтобы добиться этого Бандера организация украинско-националистов и партизан предложили свою помощь Верхмахту с которой благодарности он ее принял погромы евреев убийства людей русского происхождения и многих других военных преступления во всем это бандеровские партизаны участвовали как своего рода вспомогательные полицейские силы степень личной ответственности Бандеры оспарится и сегодня но в любом случае ясно что он сотрудничал с национал-социалистами и был ярым антисемитом национал-социалисты и Продолжение следует...